Дорога, пижина, принцесса, бессмысленный и тусклый свет, иди еще хоть 20 рутов, все будет так. Исхода нет. Всем доброго времени суток, меня зовут Вангард, и мы продолжаем играть в своей цепринцессе, но я, конечно, немного слукавил в своем вступлении, потому что на самом-то деле исход очень близок, и нам осталось, в принципе, всего один сосуд той сущности, что поджидает нас в долгой тишине. Ну и давайте его добывать, я думаю, раз уж предыдущий рут у нас был такой мрачный и тяжелый, давайте на этот раз устроим снова романтик или что-то в таком духе. Я сейчас, говоря, уже не помню, я брал ножик, не брал в прошлый раз, по-моему, я вообще ничего не делал в прошлый раз, что, в общем-то, привело к довольно неприятным последствиям. Так, надо бить принцессу, давайте просто пойдем дальше, не будем терять время, она уже избитая. Так, ну и давайте возьмем, пойдем без ножика, так, вручь из дамы. Тут у нас даже вполне ознакомая нам лестница. Распускаемся вниз. Хорошо, то есть я еще слышу глаз разума, было бы лучше искать, где было оружие, но, возможно, тебе еще удастся сделать то, что нужно. Без сомнений. Так. Ну, кстати, да, прямо от первых интеракций зависит, как она ведет на себя с нами. Привет, думаешь, ты можешь втащить меня из этих цепей? Ну, давайте поговорим с ней. Окей. Было ли это все, скорее всего, да. Ну да, отличий особо нет. Я ничего не знаю, давайте пробуем более агрессивным, может общаться. Че, знаете, я может запираться по какой-то причине? Может запираться по причине? Да, это мы еще не видели. Я сегодня не знаю, что за причина, но ты не ставишь проста принцесса в подвал и не бросаешь ключ, если у него какое-то объяснение. Верно? Я не знаю, что это имеет отношение к чему-либо. Это единственный раз, когда это случится. Но я соглашусь с принцессой, это едва ли имеет отношение к делу. На самом деле, довольно важно. Хорошо, на самом деле, что она ела, она же должна есть, верно? Вот герой меня поддерживает, это реально мой голос разума. Иногда, по крайней мере. Нам бы это, возможно, помогло понять, что она такое. Так. Рецепи, стрецепи. Мы пойдем за клинком, наверное. Что вы ждете, если я выпущу тебя? Рецепи, снилась перед тем, как ответить, по-моему, мы это спрашивали, но нет. Она не знает. Она будет здесь слишком долго, чтобы иметь кое-либо представление о том, чтобы она делала в другой жизни. Она знает, что она сделает. Она просто ищет ответ, который, по ее мнению, она хочет, чтобы ты услышал. Ты ищешь правду или ты ищешь правильный ответ? Потому что с динамикой, которая происходит, я не думаю, что конкретика того, что я сделаю, правда имеет значение. Не то, чтобы ты поверишь мне. Ну вот. Ну, честно говоря, ответ такой себе, и как ее зовут? Она паузит. Она тщательно формулирует слова перед тем, как ответить. Вы можете отвечать ко мне как ваше королевское сочиство. Или ты можешь просто назвать мне принцессой, если ваша королевская сочица слишком формальна. Ну, в любом случае... Так. В любом случае, какое-то чинопочитание, какое-то величие. Ну, что думает о них Элег Тиньков, мы и знаем. Принцесса ее имя или ее титул? Или и то, и другое. Ты можешь вообразить, чтобы тебя называли принцессой, принцессой? Да, это сложно. Принцесса твое имя? Она не уверена, я тоже. Как я сказал, ты можешь назвать мне принцессой, если хочешь. Прости, я была здесь снизу так долго, что, полагаю, я просто забыла. Но у меня должно было быть имя. У всех есть имя. Хорошо, это странно. Я не верю, например, что в сущности моей голове есть имя. Она даже не думала о том, чтобы выбрать себе имя. Где есть ты начинаешь? Видишь, что ей нельзя доверять. Вернись наверх, возьми глинок и убей ее, пока не слишком поздно. Ну, на самом деле, мы так и сделаем, потому что... Да, такую опцию мы еще не видели, но, конечно... Ну, не то, чтобы ей особо нужное имя здесь снизу. Зачем ей все выбирать, если все равно некому им называться. Так что, слабо себе, это не так уж подозрительно, но ладно. Мы уже ее спасали, мы знаем, что там произойдет. В принципе, там тоже можно идти на другой рут, но давай сходим за клинком. Прости, но я просто не могу тебе доверять. Ничего не сходится, это не стоит риска, что... Ну, нужно верить, ставить твое слово выше, потенциаль судьбы мира. Я за клинком. Спасибо тебе. Раньше не затклейся, намереваясь забрать клинок в хижне. А что? Горо, что ты пытаешься убить меня? Пожалеешь об этом. Я обещаю тебе. Но вперед. Беги и возьми то, что планируешь взять. Ты же надеешься, что не выскользу этих цепей, перед тем, как ты вернешься сюда вниз. Выскользу этих цепей? Она не может, верно? Ей нужно было наша помощь, чтобы выбраться отсюда. Наслышь, вижу это все в голосе. Не думаешь, она блефует? Аж она блефовать, но поторопись. Ты бежишь на первый этаж, хватая клинок. Единственное, что может спасение тебя и мира. Хорошо, если вы решите то решение, я подержу его. Я полагаю, нам нужно спасти мир в конце концов. Страшно, блин. Ты медленно крадешься вниз, полетится в подвал. Тихо. А, истерику, можно начинать? Где процесс сиделся мною, не назад? Есть только отрубленная рука. Ее холодеющая плоть все еще приколана к стене. И ее нигде не видно. Это только я, или это контакт стал гораздо больше? Закончим с этим. Не знаю, что сказать. Я не хотел хоррора, но похоже, именно он меня и поджидает сегодня. Закончим с этим. Твои глаза стреляют к уголкам комнаты. Ты не видишь ее. Где она? Надеюсь, она не ползет под потолком Человек-пулк. Честно говоря, ползающая принцесса мне и в предыдущем вроде хватило. Сокрыть дверь за собой. Прошли дверь за собой. Почти магические. Замок немедленно в свет на место. Может быть, он кроется, если ты закончишь работу. Смотреть руку. Держи шаг вперед, чтобы осмотреть эту рубленную конечность. Цвет крови ведет от ее брубка в темный угол подвала. В самый темный. Тент слышит тихое стучание ног по подвала. Из одной из твоих плечах. Принцесса выгрызается в тебя. Из зубы и когти неестественно острые, фивачиваяся в твои плечи. Твое горло. Слышишь на землю. Принцесса с радостью разрывает твою плоть. Черт побери! Что оно такое? Глянь, что много сейфа начало делать. Файтбэк. Ты сбрасываешь принцессу из спины и поворачиваешься к ней лицом. Фэн на колени и готовит свой клинок. Эти глаза не собираются убить нас. Ну, в принципе, ее можно понять. Мы тоже собираемся убить. Да, дело немного мрачнее, так ли? Выдвое теряет только немало крови. Но есть причина, почему она решила так вот эти засады. Они уверены насчет прямой конфронтации. Только должен осторожничать, не означающий нас преимущество. Так, герои, не расстраивай меня. Мне нужно сейчас какой-то чирлидер в голове. Нужно. Вот, вроде такого. Пусть твоя уверенность не колеблется. Это важный момент. Я собираюсь убить тебя. Я сбросаюсь на тебя, когда ты поднимаешься клинок в защите. Ты ходишь в свою цель. И раз в разом ты бьешь, но раны, которые нанесла тебе время засады, мешают твоим движениям. И с каждым свежим обменом ты немного медленнее. Обменом ударов. Ты немного медленнее и немного слабее. Ты еще тишиня фактишь, она тоже замедляется. Наконец-то она падает, ты падаешь рядом с ней. Я думаю, что это конец, ты ужасно ошибаешься. Так или иначе, я убежусь, что ты заплатишь за это. Ты охлапка клинка сбивает. Он выскальцит твоих унимевших пальцев и бесполезно лежит на пол. Не можешь ли-ка все закончить верно? Ну, задача выполнена, а победа? Прости, но это конец. Ты не веришься в этого подвала. Ну, а по крайней мере, ты закончишь свою работу. Кстати, возможно, вообще первый раз, когда мы это сделали. Или все-таки было. Все темнеет, и ты умираешь. Да, доля печального, а вторая ведьма. Так, ну, кто мы будем в этой ситуации? Зоум инквизитором? Так, ну, и коли идем на ведьму, то, возможно, миссо-клинка нам не помешают вилы и факела. В любом случае, мы на тропе в лесу. В конце тропы что? Домик. Хижина. А в подвале-то хижина, никто не знает, как принцесса. Убьем ли мы ее, кто знает. Что за голос у меня в голове? Где же Люд? Говорят, оппортунист. Потрясающе. Мы же держим... Я не помню, а звук у голоса или нет. Нам нужно держать наши карты поближе к груди, и я не верю, что нужно доверять ему. Вы слышите, что я верно? Ты, Горас, аж нечем-то думаешь, скрывать от меня секреты. Что ж, ты расскажешь, и я сейчас прячу. Ну, я сказала, не верю, что нужно доверять ему. Ну, скользнулся с языка. Слышь, затуманимый старый мак. Я сейчас скажу, что я, наверное, должен брать с Киши, а не бить эту принцессу. Мы уже знаем, что не можем доверять ей, так что начнем шоу. Реать вообще никому нельзя. Что только что случилось, бла-бла-бла. Это мы знаем. Что скажет господин Доппортунист? Мы просто взвешиваем наши варианты. Мы реально не в определенной ситуации. И мы уж и не тянем за то, что мы здесь и наши варианты. Мы делали все, что могли, с информацией, которую нам дали. И мы убили ее. И ты все же умер, не так ли? Так, поздравляю, тебе будут еще один шоу делать, это правильно. Я полагаю, твой другой образ был что-то вроде... В чем смысл делать, что ли? И бейсы спрашиваешь это? Да, ты думаешь, нет последствий? Следствий не было. Мы убили принцессу, пресса убила нас. Верси, как было. А если мы не убили принцессу, что бы существует место, которое мы оставили? Неизвестно. Но с нами тоже случилось довольно часто. Очень хорошее замечание. Эта принцесса, кажется, очень проблемная. Если вы думаете об этом, на самом деле убийство ее, наверное, вырвало нас с этого цикла, верно? Мы не хотим застрелить навечно, так? Ну ты их немножко перебарщиваешь, да? Перебарщиваю? О чем ты говоришь? Я делюсь своим честным мнением. Что неизначение, это что почти все похожи на одной волне. Аж когда будешь готов, можешь перестать тратить время, пойти кижень и спасти мир. Можешь поговорить о принцессе. Но разравниваем на куски неправильного, это было мне ненавистно, но как-то подобное может окончить мир. Но я не знаю. Если она может разорвать, в принципе, взрослого, непонятно что, на куски, то... Кто знает, что еще она может разорвать. Собирать я, наверное, то, что не слышала меня. Не говорите, не доверяй, ну, все по классике. Цитирую тебя с последнего раза. Мы просто принцесса, почему она свою разорвать не начать с головы и руми руками? Она просто принцесса. Что-то у меня не существует в последний раз, просто к ним ты из головы перейдешь до хижины, и ты будешь в порядке. Ну, в общем, да. Как всегда, наратор... Оратор оба с тобой прислушаться к нам. И немножко помочь, на самом деле, с той стороны, потому что у нас уже есть опыт. Потому что, держишь, ты просто принцесса, лучше не становится. В принципе, возможно, но принцесса, на самом деле, в глазах смотрящего. Какой мы ее видим, такой она и становится. Поплеск очень особенный. Хорошие замечания, это правда, без тебя почти все. Это не так уверен. Знаешь, ты прав. Но это объясняет почти все. Нас способны, когда же остановите. Начали, что знаешь, и не тем, что против для всех нас. И думаем, что кому-то из вас вратно уже давить на него в этом. Он хочет убили принцессу, а почему ему... Почему бы он что-то скрывал? Мне он кажется хорошим парнем. Я ценю. Голос мой в пользу. Это правда, что в это время вы должны перестать тратить время, болтая друг с другом в лесу. Это если можешь денется дальше. Блин, почему всем надо зайти сейчас в какие-то игры, именно когда я записываю? Может, не будем играть в игры, ребят? Давайте один буду это делать. Так, ладно, давайте идти спасать мир уже. Передупреждение, набудьте, что угодно. Не, не переживай, думаю, мы уже строим друг близко к сердцу. Ты можешь верить, что мы выполним работу. Кто же идет на Сандрине Сейрос? Какой интерьер. Ну, довольно интересно. А, да, видимо, называется. Потому что, собственно, логично. Внутренняя часть хижины — это бардаки с приплетенных корней. Стены хаотичного колебания связанного дерева, которое будто бы случайно напоминает комнату. Потолок, точнее, пол влажный, какой-то землистый. Ну, видимо, на самом деле никакого пола нет, просто земля. Единственная примечательная мебель — это кусок грязи в форме полки, на крыль, который примостился на ящий клинок в нашем стране. Зеркало. Видно, все другое. У меня зеркала нет. Есть это грязевая полка, клинок на грязевая полка, верю под лапу, больше ничего. Зеркало есть. Но, он говорит, что его нет. Это должно как-то считаться. Ну, сейчас можешь встретить, сколько мы привлекательными. Теперь мы к глазам. Почему лучше-то не о том, что здесь нет зеркала? В общем, смысл? Ну, уже он послал этого в голове. Когда фигура проявилась и когда-либо угали, о чем-либо? Если было зеркало в этой хижине, мы даже влюбили от него. Он бы сказал нам о нем. Именно. Почему он дает о чем-то с ним и с ним и с ним? Какое вообще толко «зеркало» дайте? Потратил время, любуюсь на сейство, чтобы делать то, что нужно. Зеркало. Потрогали. Примерно, теперь мы с ним согласились, что здесь не смотреть не на что. Дело закрыто. Хорошая работа все. Молодцы, постарались. Ну что, возьмем клинок. Если оружие будет сложно, то мы с францессой с кастемиром. Мы с ремарушием, наверное, даже спрятывали спинлей. И не нужно узнать, что оно у нас есть. Это, на самом деле, неплохая идея. И все стали умные, тактические, стратегичные. Вверх подвал, открываясь со скрипом, раскрывались в копанную грязную землю ниже. Так, ну вот потолке у нас толстые корни, которые свисают, будто у окна перепутанных волос. Красиво сказал. Слабо звездный свет и с окон хижины за твоей спиной едва ли может разогнать мрак. Здесь освещают только края прямо внизу. Он сидит во тьме, как какая-то массивная челядь, ожидающая возможности проглотить тебя. Глазух пахнет грязью, медью. Стой, влажный. Вот это мои легкие покрываются грязью, скажем, вдохом. И спрашивает, что вы видите, наверное, это и на пульсах. Вот ее голос. Что-то отродительное оказалось на моей лестнице. Пускайся, не боюсь, я, наверное, не кусаюсь. Я не отродительный. Ты отродительный, ты мерзкая штучка. Я узнаю этот голос так же легко, как я узнала твои нервные шажочки. По тропе. Я знаю кто ты, и я помню, что ты сделал. Видишь, она знает нас. Это достаточно тебе, чтобы поверить в то, что мы говорили. Может, но ты не должен подглядеть этому туманитые суждения. Она всего лишь принцесса. Пока ты помнишь это, совершишься сконцентрированно, убить ее будет просто. Она кажется очень дружелюбной. Может, мы сможем вывернуться из этой ситуации. Ты не можешь. Если к ней бьешь ее сразу же, она вырвется на свободу и окончит мир. Учитывая, какая она, с ней общего языка не найти. Слушай, я просто накидываю идеи. Мне нравится думать, сух. Я такой парень, которому нравится дискуссия. Разве мне не хотелось, что всем хотят сказать, перед тем, как принимать какие-то большие решения? Хочешь слышать, что всех хотят сказать? Или ты просто хочешь слышать, как ты сам говоришь? Ты должен перестатирать время. Твоя задача убить принцессу. Не вести следующие дебаты о том, что делать с принцессой. Ведь это самая интересная часть. Ладно, ладно, ты босс. Она похожа на кого-то озлаканное животное. Спасибо, ты спускаешься под ступеньком в подвал и входишь в темный кунт внизу. Ты едва можешь разглядеть ее от принцессы во мураке. Она подошлась в дальней стене, ее глаза яркие, сверкающие из-за толстых корней. И вот ты где, с одной рукой, за спиной, и сжимая тут острого стрекли ногу без сомнения. Это несправедливо, откуда она это знает? Не буду, а не удавай. Так мы оставили притворство. Хорошо. Если так, будто она уже знает тебя. Полагаю, то, что ты сказал в лесу, действительно была правдой. Довольно умной, как ты это понял? Называй это дедукцией. Ну, ты, похоже, в этом очень хорош. Так, ты правда не помнишь нас, да? Нет, не помню. Ты, принцесса, очевидный митера, общую реальность, даже если я не часть ее. Я не трачу время ссорить с тобой из-за того чего-то, что очевидно правда. Ты ссорился с нами из-за этого в лесу? Это когда единственными точками зрения были моя и ваша. Я просто рад, что мы смогли оставить все это позади нас. Все это точно позади нас. Сокусируйся на текущей задаче. Мне нет дела. Были ли вы здесь раньше? Мне нет дела. Думаешь ли ты? Ты враешься куда-то еще после этого? Мой мир сейчас на кону. Поэтому я бы оценил, если бы ты воспринял это серьезно и убил ее. Сейчас поболотаемся. Может, можно найти какой-то компромисс, где все счастливы? Не говори с ней. От этого все становится только сложнее, чем должно быть. Ну, я кажется, я припоминаю, что у тебя был язык. Так. Реплик тут, конечно, лосс и маленькая тележка. Ну или даже маленький лосс. Большая тележка из меня из 20 раз. Слушай, ты совершил все это, скажи ошибки верно. Верно, верно, допускал ошибки. Нескользься клинок не для тебя и не для того, что тебя убить. Может, тебя вытащили как-то верно? Хочу, что ты недовольна мной. Слушай, я знаю, там, в последний раз еще есть вообще бардак. Но я думаю, есть что-то большее, если здесь очень много. Объединиться. Может, выросла сама эти цены, если тебя в последний раз. И получается, что тебе тут нанести шерст спины, если бы она вытащить тебя. Еще проще себя вредно. Очевидно, есть хорошая доверие. Возьми этот, как шестный метод, предполе. Нужно отдать ей клинок. Прямо линейство, ненаверение и именение. Дело до того, как ты обращаешься на последний раз. Я думаю, ты можешь воеваться на мира. В общем, мне не понравилось, когда ты обращаешься на последний раз. Думаю, ты можешь воеваться на мира. Просто так, хватит снова убить принцессу. Или не говорить, ведь это злодейские манавоки. Просто убить принцессу. А вот можно просто уйти. Извинюсь, что ли. О, умно, давай, извинимся. Начнем в нем с твоей ноги. О, ты извиняешься, раз не здорово. Это такой грацозный маленький монстр. Если извиняешься, я вытяню отсюда. Так аж это? И закоюсь, что клинок не для тебя. Или не то, что убить тебя. Он даже вытащит тебя сюда как-то верно. Мне нужно, чтобы ты вырезал меня. Это ухмыляется цепя, когда цепь испадает в все запястья. Выросла сюда все это время. Это промырливая маленькая. Честно, женщина для моего сердца. Она знает, как не раскрывать все свои карты сразу. Это мне уж просто брошено здесь. Если оставить ее окно, она найдет выход. Теперь останови ее. Если она говорит, что все это время, зачем я был тебе нужен? Хижина не заперта. Хижина позволяет. Любопытным зверькам вроде тебя приходить, когда захотите. Но она оставила, что оставаясь на месте. Эти окноты разбросят. Это просто символ более штукой магии в сыщем этом месте. Если уйду, я ложатись с тобой. И только тобой. Мне такое чувство, что ты недовольна мной. Это шутка? Я думаю, шутка. Вернет мне доверие. Тебе нужно будет попытаться сильнее. Почему я такое чувство? Ты несешь мне удар с вины, если выпущу тебя отсюда? И почему я так поступаю? Если человеку виноватся виноватся, приходит к ним? Чья-то вина совести задевает его. Я бы не переживала. Как бы я, возможно, не видел тебя, оставить тебя в живых в моих лучших интересах? Если ты выпустишь меня от тебя, не знаешь, которая будет мертвая похоронена. Это рождание штанами. Это называется лечиться, который поменил, это я, кстати говоря. Я на самом деле много переживаю из-за этого потенциального события с ударом в спину. И нужно, чтобы мы вытащили ее отсюда. Мы идем в порядке, если это то, что мы решим сделать. Мы идем в порядке, потому что разрушение в ее природе. Если она уберется отсюда, это как и для мира. Даже если это правда, то не означает автоматически, что она нанесет на моторспиду. Я думаю, это зависит от определения слов таких, как удар и спину. Она может не сделать это буквально, но она вполне может это символически. Символически сделать то же самое. Видишь, он это понимает. Нет, ничего плохого, потому что присматривается номером один. Ладно, давайте сделаем необычную опцию и выручим ей клинок. Ты не можешь быть серьезным. Ну, я умею деть. Так, подожди, мы должны проголосовать за этот клинок, это одна из наших самых ценных вещей. Мы не можем просто дать его ей. Сейчас она использует то, что убить нас. Я голосую против. Как и я. Я воздержусь. Ты воздерживаешься? Она убедет нас, если мы дадим его ей. Ха-ха, да, не важно. Вот такая губая идея. И сразу тебе клинок, иначе не умеетит нас не делать этого. Это не демократия. Демократия отменена. В государстве моей головы у нас чистые, даже не в монархии, на самом деле, там диктатуры. В настоящее время исходит даже тирания. Да, демократия отменена. Ты пишешь технос, знаешь, что верно? Ну, конечно, ты знаешь. Ты бросаешь клинок к ногам принцессы. Настарается подозрение перед тем, как наклониться, что подобрать его. Я бы не сделал этого. Чего ты сделал? Она подбирается вперед. Иди один срожный шаг за раз, пока ты ее нанеслась лицом к лицу. И она все довольно прикольное лицо. Правда, у нее прям глаза огромные на пол головы. Не знаю, в какой из мультив Вселенной мы сейчас находимся. Что потом случится теперь? Решать тебе, поэтому давайте я клинок. Я бы просто и раз и шли об этом. По это все это время выбирать. Ах, красиво. Сказал Паджинт элементский. Нам обоим страшно, но нам обоим больно. Если я не знаю, что я поменять, мы будем убивать друг друга вечно. Ты хочешь этого? Я нет. Может, стараться лучше этого. Ты прекрасный. Я хочу, кстати, спасти тебя. Я, кажется, не способствую сделать это. Если кто-то узнает, наверное, что я решу убить меня. Что-то она еще много сохраняться. Преетом не факт, что я к дистану вернусь. Романтик? Романтик. О май. Она стреляется очень назад врасплох, или к этой чушью, которая только что сказала. Я подумал, что это было мило. Мило ли это из-за того, действительно ли мы имели это в виду? Мы же не имели это в виду. Верно? Если бы ты лгал, мы бы все знали. К несчастью, ты не лгал. Что? Что ты имеешь в виду под этим? В какую игру ты играешь? Деленый взгляд, который на мне не смягчив, ее черты исчезает, когда она берет свои нервы в плак, рассказать. И затем она погружает глидок в твое сердце. Что? Нет, нет, ну же, это неправильно. Я сказал тебе, я сказал вам, что это то, что она сделает. Радость танцует на ее лице, когда ты падаешь на землю. Я сделал это. Доброй за тебя. Ты, ты, а как же оставить меня в живых и выйти с нами? Я же показал вообще максимум доверия. Принцесса хуже трясется, и улыбка быстро исчезает. Она заменяется на тревогу. Ее нервные глаза сверкают слезами. Почему? Почему ты позволил мне сделать это? Но тебе нет сил ответить. Да и времени тебе тоже нет. Все темнеет, а ты умираешь. Сейчас третий шип. Передайте свою силу подозрительному трансмиражу. Комбит в прошлой жизни. Ты на тропе в лесу. Не говоришь, на самом деле, заколол нас. Я сказал вам, не давать ей клинок. Я сказал вам, что это еще... Речь не вредна. Я голосовал против этого. Слушайте, тропа какая-то уже не та, да? Да, мы знаем. Тут у тебя уже были все твои я, так он и говорил. Пока мы истекали кровью. Хочу убедиться, что все здесь знают, что я был и до сих пор на правильной стороне этого спора. О, возвращение легенды! Наконец-то ультра-симп инстинкт врублен на максимум. Ты далеко не на правильной стороне чего-либо. Ты сфокусируй на прошлом. Когда-то на чем-то тоже сфокусироваться. Это будущее. О, мудрец. Мне нравится, расскажи мне больше. С радостью, мой дорогой друг. Жестоко обернувшись против принцессы в ее момент уязвимости, мы сделали себя врагом. Но, одолев наш страх и незащищенность и передав нашу власть, мы начали путешествие к чему-то гораздо более глубокому. Мне нравятся путешествия. Путешествие, это, сурод, моя страсть. Так что, все это для него очень близко к сердцу. Так, куда мы отправляемся? Но если повезет, это путешествие к любви. Она ненавидит нас. Правда? Она сомневалась перед тем, как заколоть нас на смерть. Должно быть зернышко привязанности в этом злом сердце. Как бы ни ли, поняла тот парень, может, его в слухе есть. Я не знаю, точно ли я покупаюсь на все это любовное путешествие, но... Может, она не так захочет предать нас на этот раз. Мы уже доказали ей, что мы можем поменяться. Так что, может быть, и она поймет, что всему не обязательно заканчиваться жестокостью. Ну, знаешь, может быть, ты прав в таком случае. Полагаю, единственное, что ты можешь сделать, это вернуться к Хиджине и порвать еще раз. Попробуйте, что именно. Ты знаешь? Вы знаете, что я вас слушал, верно? Нет никакой разницы, сговариваемся ли мы в тенях или обнажаем наше намерение с открытыми сердцами. Мы разрушаем свой жестокий цикл и вытаскиваем ее на свободу. О, правда? Отлично. Это, очевидно, было здесь раньше. Потому что ты, похоже, умер по крайней мере один раз. Дважды, на самом деле. А, это он про нас. Я уже подумал, ничего себе, тут может... И Рута как бы... Ну, отмечается тому, что у нас уже был этот голос, и он уже умер. Да, конечно, дважды. Я звалю вас от маленького престоления, который запланировал. Вы уже знаете о принцессе. Еще одно, вы уже знаете, что оно опасно. Да, что не провалитесь. Уже достаточно плохо, что это не ваша первая попытка. Мы спрошли обменяться. Чудесно. Если она лица меняется, тогда тем больше причин вам стримать это серьезно. Означает, что ваша, понимая реальность, и ускользает, что в свою очередь означает, что ее влияние распространяется. Кто-то много знает. Я уже сказал слишком много. Чем же вас информация, тем более сложена ваша сдача. Не тушите ее определенно не освобождать. Если можете, даже не думайте о ней. Неужели с коей от собой мне? Моя голова всегда пусто. Хм... Кроме как... Мысли... Единственное, что в ней есть, это мысли о ней. Освободим ее? Пожалуйста, не надо. Ты не можешь здесь окна, 100 злодей! Смотрим, куда выйдут и ветер. Имбрать и то, что спасти ее. Давайте не будем пока ничего исключать. Посмотрим, что скажет она. Прекратите, прекратите сидеть на заборе и уже выбери сторону. А мне нужна твоя неуверенность, когда... Это пас. Я жил в сторону. Нашу сторону. И чтобы убедиться, что бы ни случилось, мы окажемся на вершине. Потому что пока это так хорошо работало. Но мы еще не вышли из игры, верно? И еще раз, я хочу, чтобы вы знали, что я бы не убил нас в последний раз. Я хотел ударе нанести удар в спину, а не передать наши инструменты для удара в спину. Как согласно принимаешь всю эту вещь с петлями? Ну что же я сказал? Это плохо, что-то было здесь раньше. Плохо для тебя. Плохо для меня. Особенно плохо для мира. Очень больше раз ты проходишь через это. Тем более вероятно, что ты провалишься. Это лучшее проваливаться дважды. Так ты знал, что это могло случиться? Теоретически, конечно. Я знал, что это может случиться. Я должен был быть первым, но я бы предпочел, чтобы они влезали в это. Не дело до того, откуда мы пришли, не дело до того, что сажать теорию чего-либо. Я желаю только принести ей свободу. Я желаю, чтобы чувствовать, а не чтобы думать. Да, мы все можем длиться дальше и забыть о ческазах про Вали. Это важно, чтобы вы верили в себя. Потому что здесь не разношаю, что все еще шанс провернуть и ты спасти мир. Мой мир, по крайней мере. Почитав, будто парочку других в уши обрекли. Думать счастливые мысли. А нахер, если хижину? Что случится, мы уйдем. А вы говорите, что случится может не сразу, но со временем. И мир, который обречен завтра, так же плохо, как мир, обреченный сегодня. Какой-то он мрачный, да? Про кто обреченный здесь? Есть больше в мире, чем то, как он, как, то, как и когда он закончится любовь, это то, что делает всего достойным того, чтобы делать... Что бы они делали, не слушайте его, он не леп. Того не хотел, чтобы ты сделал, делай противоположное. Ну, что бы ни случилось, вы хотите наши ответы в хижине? Куда-то мы отправимся? Скоро-то, вы хотите остаться в хижине, но ты шипы, кстати, уже вижу. Я думаю, очевидно, позиция всех. Я не сказала, что любовь всех. Хорошо, у меня есть позиция, она хорошая. Я игнорирую, он просто говорит про то, чтобы говорить. Моя позиция единственная, которая имеет значение. Ты знаешь, что ты должен сделать. В хижину я должен пойти, например. О, прикольно, кстати, выглядит. И вообще такое чувство, будто я впервые вижу какой-то цвет, помимо, ну, различных оттенков серого и прочих не слишком ярких красок. Такой яркий цвет, который реально выжил из них впервые. Или я забыл. Ну, это раньше хижина, это и давали внутренняя часть вообще. Выжженные руины, которые все лишь навекают на форму структуры, которая стояла здесь. Обгоревшее дерево все еще несет пепло, но под этим лежит свежий запах весеннего роста после дождя, обещание новой жизни в обломках старого. Местная преча, мебель, это обгоревшее. Сердан, не то, что это было столово, чисто... Нет, это не правильно. Может быть, клинок. Почему здесь нет клинка? Мы дали вы ее последний раз. Он же с ней может быть еще у нее, верно? Ну, он не здесь. Если он у нее... Дай угадай, это хоть, чтобы мы поладили с ней. Слушай, насколько я это вижу, это между ними и ей, я бы сказал, он должен стоять на сторону того, кого есть оружие. Это просто умный поступок. Я бы так не торопил. Терен, что клинок где-то обнаружится. Он не может быть с нее. Это не так должно работать. Если он не ее, тогда тем больше причин верить в нее. Мы уже показали ей наше сердце. Теперь она должна показать нам ее. И только сердце скажет нам убить нас. Что не кажется маловероятным. Так что да, я согласен. Убедимся, что мы завоим ее расположение. Надо сейчас спуститься. Инстичь, который я вижу, это зеркало. Ты прав, зеркало вернулось. Некуда идти. Здесь нет зеркала. Я еще не понимаю его подход к этому. В любом случае, я бы сказал, что мы посмотрим. Кажется, наша речность, пород мы увидели себя. Однозай, мы уже наши перышни на своем месте, и поэтому мы все еще не завоевали ее сердце. Мы должны повязать наше лучшее лицо. Но не может что-то быть такой поверхностной любви в нашей жизни. Кажется, только внешности. А мы не можем ходить и выглядеть неряшливыми. Настоящие завоеватели. Думаю, это в своих внешностях. Вверх подвал за зеркало. Я обещаю, что здесь нет зеркала. И нет двери в подвал. Вот это еще больше выжженных досок. Скорее, чем что-либо еще, и прямо здесь, в этой стороне комнаты. Да, вот правда, ничего. Ветя в зеркало. Делаешь шаг вперед, и подходишь к улыженному входу и дышу в подвал. У меня теперь некогда начать спуск. Что же ты должен сделать? Стриграй зеркало, и узри наши привлекательные черты. На счет к нам коснулись в последний раз. И случилось то же самое. Держишь себе вперед, машу руку, и через пустой вход дышишь в подвал. За то, что было зеркало, не так ли? Так, не может быть хорошо. Вот если и так уж не достаточно предсказуемо. Увы, наш раз чертствуется не увиденными. Нам просто придется верить, что она найдет нас красивыми, такими, как мы есть. Нахоже, если путь вперед, не так ли? Да, там обычно все бывает. Блазь просто даже хорошим. Сыграем хорошую мину, и не будем терять головы. Так, подвал. Ступеньки должны быть есть. Ты проходишь через обгоревший проем, и спускаешься во тьму внизу. Ступеньки подвал покрыты в классном своем теплое. Возу все еще кажется теплым, будто огонь, который разрушил это место, только недавно был потушен. И все же свежие побеги шипастых ветвей уже обвивают покрытую сажей земли стенок от себя. Мне указывают вниз к подвалу, а то, что ты можешь... Я так понимаю, что ты указываешь подвал, потому что легко отодвигать, предпути вниз, но тебе пока не нужно у тебя возвращение. Это вопрос уже станет после того, как мир будет спасен. Эти шипы урожения, ее боль, я знаю, это называет нашей помощи. Ее голос, несможный от боли, подозрений, поднимаясь по лестнице. Выбежать я, да. Можешь убивать друг друга, и ты... Убиваем друг друга, и ты возвращаешься. Ты же мне убить тебя, и ты возвращаешься. Не знаешь, что заешь мне это сделать. Я не знаю, что ты хочешь от меня. Так, я хочу поднять выход отсюда навсегда. Отдеть выход отсюда навсегда. Ты знаешь, как это работает. Я здесь внизу, и я не могу уйти. Поехали с Касси поговорим. Не то, чтобы я могу остановить тебя. Так, и поступим. Выскаешься по подвалной лестнице, бегая гладкие края шипов, которые разрастают тебе больше и больше, пока ты идешь вперед. Ооо, тяжелая картина. Ну, кстати, это, по-моему, единственный раз, когда у них есть небо над ней. Ты выходишь то, что кажется обширной каверной, теперь заросшей. Ну, черта по-моему, шипами и прочими, в общем, колючими растениями. В общем, довольно агрессивное зеленение здесь произошло. Сердце у этого закованное столосы переплетения овоз принцесса. Ее окравленные трясущиеся руки сжимают клинок. Ты знал, что случится со мной? Ты здесь, что с рекой я страдаю? Ты здесь, чтобы смеяться? Ты здесь, чтобы смеяться? Что случится, как ты бьешься? Я думал, что я не буду вижнать тебя. Что след? Ты здесь, чтобы освободить, если ты позволишь мне? Я могу освободить, и я должен дать мне клинок с клинку. с тюрьмой, которую я сама создала. Я разрушу наш цикл жестокости. Можно уйти. Короче, уйти, и даже уйти. Какая бы nice life, так сказать. Попросить клинок. Так сказать, попросить об ответном жести. Доверие. Кстати, я это должен дать мне клинок. Я даже верю, что я буду в безопасности их в руках. Ты не просто говоришь, что тебе нужно. Сказали того, чтобы одурачь меня и не спасти себя. Я не знаю, кто желает свободы. Я помню здесь так же, как ты. Я думал, нужно идти вместе. Принцесса прижимает глину ближе к ее груди. Это звучит здорово. Так вот стало от вражды между нами. Тяжело отпустить это. Ты ранил меня. Ее глаза прячутся от твоих на краткое мгновение. Я также ранил тебя. Я ничего, что могу сказать, чтобы дать в меня все решения. Я... Я не знаю. Что ты из нас вообще можешь сказать сейчас? Как мы можем верить, чем-то настолько пустым, как слова? На право больше говорить нечего. Давайте, возьмем, сделаем что-нибудь перед тем, как она не придумала планшу, просто отсюда сама. Нам не нужны слова, чтобы отправить ей послание. Это через действие мы можем показать ей наше восхищение, нашу верность, нашу доброту. Тогда, может быть, уже прошло время, для кого-то на что говорить. Все, что считается действием, садимся за клинком. Ты тянешься к ее кровельным рукам. Выходишь твоей ладонь на ее трясущиеся пальцы. На мудовень нажимает его даже крепче. Ее костяшки белеют в силе. А затем напряжение уходит. И охватник ослабляется. Она позволяет тебе взять оружие. Ты сразу же тягиваешь его из шипов. Хотя не сарапают твою кожу, оставляя красные побеги свежей кровью. Это на твоих руках. Она доверяет нам! Она доверяет нам! Раз и не заставляет твое сердце трепетать! Да, чуть-чуть. Это может быть просто нервы из-за того, что... Поэтому это, что мы так близко к ней возвращаем неприятность в своей нанья. Я не знаю, это не неприятное чувство. Даже неприятное. Как будто мы особенные для нее. Мы особенные, что получили каплю доверия. А где вы настолько... Настолько... Я не знаю даже... Солнечку подобрать. Не знаю, столько закрепощенной. Нет, не подходит. Но пусть будет настолько осмотрительной. Теперь все, что осталось, это освободить ее из ее оков. Или убить. Да, сделаем это. Покажем ей, как сильно мы оба изменились. Или выслушайте меня, мы убьем ее прямо здесь, прямо сейчас. Когда-нибудь было такое беспомощное. Если мы используемся этим, у нас может уже не быть шанса. Вообще как потрясающая идея. Я должен послушать его. Я вижу, что черта была проведена. Это два против одного. Это два против двух. Ты не считаешься. И почему он не должен считаться? Потому что он, очевидно, не один из нас. Имеет значение. Будет знать, это время. Он должен тоже иметь право голоса. Блин, ну не знаю. Что-то вот этот набор голосов, хоть один из моих любимых. Они вообще классно считаются. Так, ты был серьезен? Или я была дурой, что передала свою жизнь тебе? Какой рыцарский сюжет. Наконец-то до него дошли. На Авианетс-то мы дошли до этой. Возможность побыть рыцарем на белом коне. В сияющем доспехе и так далее. Причем, это реально не романтик, а не извращенная его версия, которую мы видели в главе с дамой. Мы все еще можем ее убить или освободить ее. Ах, ладно, давайте освободим. Да, какая хорошая идея. Давайте освободим ее. А, так, внезапно в команде освободим ее? Ты не можешь просто переходить на сторону другого, как только мы принимаем решение. Я угодя все, что я захочу. Не переобувься, а помыслил. Я верю тебе на своем сердце, что это правильный курс действий. Давайте освободим эту принцессу. Все заслуживают шансы на искупление. Пусть он присоединится к нам и будем радостны. Мы все объединены нашей страстью. Это верно. Что он сказал? Мы уже дали ему шанс на искупление. И тот сказал, что я не служил еще одного шанса. Я серьезно этот раз. Я достаточно взрослый, чтобы признать, когда я ошибся. Я также хочу помочь вам всем освободить ее. У меня проблемы с этим. Дорого желать в команду. Теперь ты один из нас. Один из хороших, ребят. Я не знаю, этот труд, он какой-то ряд драматичный, очень смешной. Но я же говорю, легенды все делают лучше. Клинок с шапастным лозом в плаче принцессы. Она дергается. Даже только на... Только чуть-чуть. Так клинок прорезает толстое растение вместо ее руки. Дергая сок, когда последняя из лоз. Крестна, будто после всего этого она все еще ожидает, что ты обернешься против нее. Даришь ее в сердце. Ты не сделаешь этого, верно? Ну а все, я еще потрясиваю один из мах клинка. Такая жалкая попытка отвлечь... Вменить ситуацию. Наш клинок... Тияющий меч. Кажется, Тияющий меч продолжает своего героя. Он не соскользнет. Ты прав. Он не может стать соскользнуть, верно? Он немножко никто. Хорошо, что я был на вашей стороне с самого начала. Что за легенда в номер два? Принцесса, вот и объятия слезы стекают по ее щекам. Ты повержен, целяешь меня описывать это. Я ненавижу тебя. Саня, ты был серьезен. Ты спас меня. Ты видишь, как она смотрит на нас? Поцелуй ее. Поцелуй ее, пока этот момент не окончился. Я правда ненавижу людей, которые стоят здесь. Мы на самом деле можем сделать это? Блин, люди, наверное, так в Болдерсгейп 3 играют. Я могу уронить этого важного босса в пропасть и забыть про его существование. Нет, ты не можешь, ты точно не можешь что-то сделать. Раз вы что-то описывали, ты знаешь так же хорошо, как и я, что мы можем. Их тебя бросит шанс на специальный момент, верно? Если только я буду способен сбросить тебя с моста, Нарадо. Погодите, скоро все закончится. Ну, ты собираешься описывать наш горячий романтический поцелуй? Ты наклоняешься и ты целуешь ее. Блин, у меня вообще что лицо может какая-то пасть к лифу. И... И она отвечает с энтузиазмом. Вы целуетесь. Готовы? Теперь ты счастлив? Ну, уже на большой момент, ты можешь постараться лучше этого. Ладно, взгляды тебя и принцесс встречаются, глубоко смотрите в душе друг друга с теми ревущими эмоциями, которые происходят с того, чтобы позволить тому, что когда-то было ненависть и превратиться в чистую и несклованную страсть. Наконец-то, Хитлов. Ты смеешься над нами? И затем, кажется, закрываются глаза и целуются. Сова не могут описать ни ядерный огонь, ни а киническую глубину вашей связи. Хорошо, я думаю, на самом деле нравится романтика. И самая история... Было тут не закончилось. История, как и вы задокументировали этот момент до конца времен, музыканты вы писали, определяющие армалады, и великие художники бы потратили всю свою жизнь, пытаясь всего лишь передать искру, которую вы имеете прямо сейчас. Он смеется над нами. На случай имеет значение, потому что это хорошо. Я знаю о своих навыках. В сосной любви. Часть для тебя, в момент делится вечер, рожь свои глаза, заснеженно улыбаясь в себе. Время тебе обречь весь мир в забытие полагая. Ну, здорово. Я рукакать с твоей, вы двое бежите к подвальной лестнице. Печально, правда, что те же степы, которые красознанно пропустили тебя вниз, серо блокируют выход наружу. Хорошо, класс тех историй, которые мы прошли, я думаю, что несколько жалких шумов, чтобы остановить нас. Любовь даже более сильное оружие, чем наш клинок. Скоро резали другие лозы, они все шипы. Я не боюсь, что немножко поцарапаться. Я даже нервничаю, что нужно только резать. Мы можем просто не идти в сторону. Ой, жалкий спектакль, правда. Насколько островов не держат здесь ни зоны, вы предназначили гораздо большего, чем это. Что ж, смело делаем шаг навстречу опасности. Ну, делаешь шаг, шипы, прорваешь шеи подвальную лестницу, они сдаются. Ты, принцесса, поднимаетесь, болей с ее препятствием. Это неприемлемо! Секунду, так как ты выйдешь из этой хижины вместе с ней, мир окончится, ты слышишь меня? Как вообще мир сделает тебе, чтобы служить это? Ой, кошмар, это наш... это наша мечта. Какой бы мир ни обрек... Но цикл жестокости и отчаяния, это не тот мир, который стоит спасать. Слетим, что-то новое вместе. Что-то лучшее. Ты, принцесса, сомневаетесь, веришь. Это твой последний шанс. Мы уже приняли наше решение. И, кажется, уходим сюда вместе, да. Все нужно было сделать и доверить друг другу. Было непросто, но... Я рад, что мы наконец-то смогли. На самом деле, красивая история получилась... В этом руте, хотя, может, кто-то найдет ее какой-то слишком сахарно-ванильный, но... Все равно приятное ощущение, если честно. Тоже, навстречу свободе и консорду. Среди руками буду открывать дверь в уходе в новый день. Вы убийцы, не заслуживающие скреплению. Что надо делать теперь? Куда все исчезает? Почему так холодно? Все. Меньше шанса ответить. Никуда не будет. Время уходить. Память возвращается. Она исчезла. Как она делась? Нам будет оснать ее? Это зеркало. Почему она здесь? Почему сейчас? Это хорошо. Просто доверитесь не нужно. Уже будет раньше. Такое плохое ощущение. Вот оснать у нее сейчас будет концом всего. Да, я больше не нравится, что мы увидим. Сейчас будем просто сидеть. Сейчас будем просто сидеть здесь и премьем за час. Если не будет неправильно, что это время-то не повредит, верно? Если не что плохо, то я с ними. Это не конец. Чтобы не на другой стороне, чтобы быть чем-то хорошим. Хорошо. Если ты говоришь, мы уверены тебе. Будет там ждать нас. Я просто знаю это. Мы идем к зеркалу. Молчание. Они снова исчезли. Я вообще нет. У меня ничего не осталось. Почему? У меня это неправильно. Ты не можешь быть ничем. Ты снова фокусируешься с грязью. Ты видишь ее фигуру, слабо покрытая тень из-за отражения. Ну, у нас вообще какой-то мега-клюв. Какая-то птичка. Это я приятный. А, нет, это не мы. Это рассказчики. Думаю, ты знаешь, что это такое. Причина проскальзнет по центру зеркала, разделяя... ...образ стекли надвое. Затем еще одна речь формируется. Еще одна, еще одна, прощая зеркала. Острые обломки. Битва стекла. Сколки, точнее. Так, это рассказчик. Я гадал о вижлете когда-то. Рассказчик. Да, это моя работа, верно. Тяжелопочка, все концов. А эффективный голос, направляющий твой клинок. Ты не должен был видеть меня. Мне интересно, сколько миров ты обрек на смерть, что пасть настолько далеко. Что-то, что-то похоже на меня. Ну, я совсем не похоже на тебя. Я, эхо, скорее всего, одну из многих. Что-то совсем, в конце концов, я то, что осталось от него. То, что единственное, кто может заявить это. Я уверен, что встречу многих других, как я. Сейчас меня или что еще? Нет, я не сейчас тебя. Ну, то есть, это точка зрения. Косочет зрения, верно. С одной позиции я должен казаться, пользусь чужеродным, но с другой. Версии меня, которые существовали, коллективно услышали твои каждую мысль или каждое действие. Если это не быть часть тебя, тогда что? Другие, как ты, ты сказал что-то подобное раньше. Правда ли, каждый раз кач был иным? Конечно. Это и необходимости, и теса это. На этот конструктор, ходишь и существуй в многих местах одновременно. Каждый раз ты провалился, каждый раз, когда ты считал себя мертвым, он теперь запускался, кричал твое сознание и отправлял твое сознание ее в другую веру. Который раз он пробудишься, и тем больше не сможет работать так. Это больно, когда часть тебя отломывается? Да не больно. Я не чувствую боли, но физически. Можно сказать свое оправдание? Что это чушь? Да, люди там реальные. Ну а что ты делаешь, не важно, что ты допускаешь, я хочу, чтобы ты помнил это. Ты знаешь о петлях. Блин, тут так много вопросов. Люди со стенами и конструкция не знают об этом, не значит, что ты хочешь, чтобы я сделал для них с ними. Кришнее, ты не способствовал, чтобы ты конструктор функционирует, если ты не знал, что они делают. У кости всей вселенной старой. У меня на крайней силу последнего вздоха. И люди снаружи, как улучшены мыслями о небытие. Тогда этот разор стирает с песка, когда песка расставляется заново, и то, что я сделал, это дал им шанс жить. Сопределание тени конца. Как ты знаешь, я пиет лексикольбы. Каждый раз я встречаю тебя, ты отрицал ту возможность. Почему ты угадал мне? Потому что они думали, что признание это оплатить обыкопределенным соснованием, что сделать завершение твоей задачи невозможным. Может быть, они просто отрицали. Я уверен, многие из них были убеждены, что они должны были быть первой версией, которую ты встретил, что Лега еще была бы слишком недостаточно неприятна. Насколько я знаю, кажется, их версии меня могут быть совершенно... могут быть совершенно различные понимания того, как работает этот конструктор. Ты можешь сказать, кто из них прав, кто из них не прав. Верно? Я могу сказать тебе точно, что я прав. Впоре полностью исчезну, останешься одним своим последним выбором. Ты позволил мне совершить финальную просьбу. Принцесса сдерживает ему смерть в себе, но я сплел те существа со всей сил, которые тебе нужны, чтобы уничтожить ее навечно. Пусть сделай это. Убей ее и избавь мир от смерти и страдания. Такой принцесс тоже и создал... Она меняющаяся гора, тот, великий отлив, способный сменяться, а трансформация или большая счастье. Эта природа, почему она должна умереть, потому что она становится тем, кое считают и другие. Кстати, сегодня то, что мысли говорил, но их и не может. Инициатива еще не так, как могут люди. Поэтому я постану часть себя в схватке этого конструкта, чтобы добролеть себя. Ну, похоже, каждый, который тебя встречал, реально плохо постарался. Кончились опросы смерти автора. Безусловно, уничтожаю ее племя. Мне такое чувство, что я все плохие вопросы задал. Я еще не решу, что я сделаю. Мне, естественно, нужно узнать, что надумать обо всем этом. Я сказал, что хотел, и мое время истекло. Я сказал, и просто эхо. И эхо всегда исчезает. Знаешь, что ты должен сделать. Это финальный осколок стекла развивается, и видишь себя снова найденной ясностью. Это длинная путь, тишина. Огромный зарождающийся бог. Далее достижения. Все это ты. Какая страна тебе проснуться. Все это, это ты. Стараться в хижине один в последний раз. Я дарю ваше сердце ищи. Здесь нет финального суда, который мог быть свидетелем. Здесь нечего найти. Я могу наконец-то видеть тебя, и ты наконец-то видишь меня. Я наконец вижу тебя, и ты наконец видишь меня. Сколько времени в мое сердце жажду этого момента. Я уже с ним прискучала. Так, мы сохранимся, пожалуй. Ну, сохранился я не зря, потому что я отошел часа на три провести стрим, и вот, наконец, и снова здесь. Готов к финальной конфронтации. Посмотрим, что получилось из наших сосудов. Мне немножко грустно, что про последний сосуд мне, получается, ничего не рассказали, потому что уже наступил финал, и как-то стал не до того. Это уже было никак не впихнуть, видимо, но все равно чуть обидно. Мне как-то обидно, что мне кажется, я вообще реально какие-то тупые вопросы задал рассказчику, толком не разобрался. Я даже не уверен все-таки, кто стоит передо мной. Надо было спросить про это. Я длинная тишина, но я на самом деле не знаю, что это значит. Вот это про меня. Имена, их попытки захватить то, что они... нельзя захватить. Не называют меня менящимися. Ну, по-моему, это еще как ураган, можно перевести, глядя на это скопище тело, реально кажется неплохим названием. Меняющийся курган. Бледная имитация того, что я на самом деле есть. Ты знаешь, Абэха, ты слышал наш разговор? Каждое слово, которое ты сказал, находилось в пути ко мне. Я знаю его, я знаю его конструкт. Он заблуждался из-за его страха смерти. Не обращай на него внимания. Короче, уже понимаю, что, скорее всего, неплохо было бы еще разочек игру перепройти, чтобы все хорошо осознать, что случится теперь. всегда пассивный игрок, всегда реагирующий, никогда не действующий. Но это вплетено в твою природу, не так ли? Это потому, что я все время как-то не особо, да, проявлял инициативу в своих похождениях по рутам, по вселенным. Интересно, или это просто такова сущность нашего героя? Когда Эхо разделил нас из одного на двое, он дал тебе выбор и мне роль, чтобы играть. Я не смерть, но я совершил ее в моих множествах. Поэтому ты выпытаешься уничтожить меня и принесешь в мир лишенный смерти и возможностей смысла? Или ты откроешь последние двери к нашему освобождению? Так много историй осталось завершенными. Мы правда можем просто уйти? Даже когда ты глаз начал открываться, ты все еще держишься за мысль есть или нет в начале и конце не проницаемые черные острова в ослепляющем свете бесконечного. Нечего разрешать и ничего не сдерживает нас, кроме нас самих. Давай проговорим о том, если еще много вопросов, нужно ответы перед тем, как сделать выбор. Самая природа парадокс, как и твоя. Ты не можешь использовать слова, чтобы узнать вещи, которые за пределами их досягаемости. Ты не можешь рационализировать то, что перечит в логике. Но жестокость и страсть это танцы, которые мы оба знаем хорошо. Если это же требуется, чтобы рассветить тебя, тогда пусть будет так. Но я не... Что бы хотел именно этого? это шип? Мысль этого лоза и некоторые мысли выращивают шипы, которые вправоточат душа. Бесконечный рост, который затмевает твое зрение и душит твое доверие. Да, реально, все сосуды, которые мы принесли, они проявятся здесь. Это круто. Когда я падала с тебе, ты терпеливо стоял рядом со мной и срезал шипы, которые впились в мою кожу. Твоя страсть, то, что освободила нас обоих, но сострадание это вещь, которая должна быть возвращена. Ты не можешь возрастить то, что ты не можешь поменять. Я же мог тебя не хотела, чтобы мы не нытили друг друга. Подмоги мне снова. Мы освобождение друг друга. Ой, вот я ее хорошо запомни. Ой, страшно. Ленуар, так кажется, очень красивый. Нашли тут мало вещей более ужасающих, чем еще это сердце и нет почти ничего более ужасающего, чем разделить его с другим. Но самая ужасающая вещь из всех это оставить сердце неразделенным. Ты единственная вещь, поход подобная мне и единственная вещь, подобная тебе. Сможешь ли ты вынести груз одиночества, ой, груз вечности в одиночестве? Ты посмеешь оформить реальность одиночества? Забросить я на создание. Спасибо тебе, что поделилась с собой со мной. Не нужно делить мое сердце ни с кем. Вы хотели, что я могу выделить твой сердце с тобой. Казава мне сердце, что разбить в меня это бы ужасающие вещи. Не факт. Сошедший треск, что избавить мира смерти я смогу вынести одиночество. Так что получается, уничтожение мира подразумевал рассказчик это то, что ко всему неизбежно приходит смерть. И смерть это, ну скажем так, производное существование нашей принцессы. как красиво рано издаться. Месе сердце, чтобы избить меня двое раздельное я знаю, что сделал с тобой. Через боль уязвимости мы исцеляемся. расставишь всех, кто пострадал жить неисцеленными. Волей возлюбленной воззавит кофту и тело еще один и еще один и еще один. Ты скучаешь по своему сердцу, потому что не смог было вынести и видеть, как оно идет. Любовь расправилась в этицизм. Ты снимал слой за слоем и за слоем, пока все, что не осталось, было знание, что ты не знал меня. Ты искал тогда правду, доставляющийся от нее сейчас, когда она в пределах твоей достигаемости. Ты же браться на правду можно сделать лучше. Не хочу разобрады. Не хочу браться от правды. Тогда не прячься. Иди со мной. Тебе нет на что сражаться с тем, что мы есть. Иду с Тони покатываешь вещи с моей точки зрения. Блин, ты интересна. Но я не знаю. Как-то и странно, да. Цикл жизни и смерти, он же по своей природе разве это не что-то естественное? Для меня это вообще тяжелая тема, конечно. разве то, что хотелось сделать рассказ что не было крайне неестественным. Интересно тогда и я не уйду с тобой. Катываешься вещи с моей точки зрения. Сам не верю, какая точка зрения героя. Если будешь решиваться глаза, тогда дам тебе все время в мире. Мы, конечно, понаходили сосудов каких-то непонятных, а еще башня дальше, что максимально сподавить. завели тебя ни от начала, ни от конца. Есть только поток тел. В каждом моменте ты держишься за каждое возможности одновременно, тем ты удерживаешь их все снова. И в итоге ты вернул его к нему. На краткое мгновение ты был всем. Хаос, который нуждался в упорядочении в уме. Но без хаоса нет хазма. Нет причины. Понятие тогда было понятие сейчас. Когда же тебе больно понятие то, что я сделал, с тобой это было единственное, что их сделать. И видела одной парой глаз то, что... Так, блин, как сформулирую эту мысль? Я видела одной парой глаз, ну, вещь, которым нужно было десять пар глаз, чтобы осознать. И теперь мы здесь, каждый с миллионом глаз, и все они открываются, видеть то, чем мы являемся. Блин, я только сейчас понял, что я смотрю от ее глаз на самого себя. Блин, я чувствую себя тупым. Я кто-то смотрел, но я тоже не видел, кто-то мне тоже лишняя пара глаз бы не помешала для осознания. Ты становишься ничем, черной дырой самоотвращения, подкорбленная о теории твоих беспокойных мыслей. Ты лужишься от силы настолько за пределами тебя, что она лишает смысла каждое твое действие. Но ног этой силы и темная часть тебя не могут не сгорать. Твоя неадекватность возвращается в пепел оплывающего света божественного. Ты объявила своей божественности и дала себе место рядом со мной в сознании. Ты с радостью принял его, а тогда еще умолоты неопытен. Без меня нет будущего, которое можно ждать. Надежда, которая оставляет смысл сознательным. Тебе была ошибка, я бы не слышал, что если бы узнала, чем ты была. В счастье много. Вскучаю, когда ты была, ты была. Поглощена с тем, мега. И через свое отсутствие эго, ты тоже был поглощен. И все же вместе мы смогли сказать что-то прекрасное. Когда столкновение межом утихает, начнешь трястись, твоя воля быстро исчезает. Ничто не не зыблено, все, что существует, все существует только в отношении ко всему не является. Нет константа, нет центра. Просто глаза, и прими, что мы есть. Мы можем купить эту тюрьму вместе. Легко верить вещи, доверят, что ты стоишь выше всего этого. Но я точку зрения могу верить в комнату правды. Что случится, если мы уйдем отсюда? Эта Вселенная умрет, и новая родится, и та умрет, и новая родится. И ты осужден это все, взлетая гобелин жизни, куда бы мы не отправились. В два раза лучше мир, мне так жаль. ты сама жестокость не должна себе существовать. я сделала все, что можешь, особенно понятную точку третий, иначе я нервирую и распонююсь. Но что можешь изменить меня, тогда я должен суметь изменить тебя. это не точка зрения. Это истина. Чтобы ты не пыталась сделать, то, кто не пыталась сделать, тебе не обязательно сделать это одному. Какой ты герой? Я все они, так же как ты, это все ты. Ты не имеешь как здорово слышать тебя. Приятно быть здесь. У нас слишком много еще одновременно здесь. Если ты хочешь достать в ней, тебе нужен какой-то способ прописать через эту божественную веренность. А следующая часть меня же еще близко к тому, где все началось. Я могу туда, я могу отвести те, к ее сердцу. Время продолжить, наш Танец. она беспощадна, не так ли? Нет, быстро. Ты готов? Давай, прикольно, он так готов, тогда пойдем. Вот мы здесь. Я бы сказал, что мир у нас здесь началось, наполагаю, за чуть после этого, да? Мне нужно, что я что-то описывал. Расскажек рада исчез. Да. Тут мертвецки тихо. Что ни было, что сасать от него, я думаю, что нас его срасти, что ты пробудился от божественности. Верю, что он был уничтожен. Только ты, якнодь, еще добрался до хижины. Телефудыль, думаю, остальные все еще там, связанные с остальной нею, остальной ей. Это забавно, после всего, через что он стал спройти немного грустно, видеть, что он исчез. Да, это сложно. Брюна через ад, но получаясь на самом начале, не так ли? Если предложение все еще присутствует, ты мог бы описать хижину для меня? Ради старых времен. Конечно. То есть, хижину, это хижина, да? Здесь особо ничего нет. Только стол, нож, дверь, несколько окон, за окнами, и на. Знаешь, задумайте об этом. Я не думаю, что он упоминал когда-то окна, да? И зеркала тоже нет. Я думаю, ты разбил его. Не, знаете, если ты пытаешься найти какой-то комбаромисс, но если все здесь не так, нам понадобится этот клинок. Поднимем его, да? Это к лучшему. Это, похоже, всегда дает нам больше вариантов, чем нет. Вот так-то да, он совершенно прав. Клинок можно оставить, выбросить. А когда ты без клинка, то часть вариантов действительно отрезается. Довольно иронично, учитывая, что резать нечем. Лестницы, больше первый раз мы были здесь в первый раз, когда мы слышали голос? Ты же больше хочешь сделать, или ты порой будешь втаскивать центр, который не существует? Начала именно так, гострая, немного угрожающая, только она не знала нас. Мы спускаемся, мы не должны царить ее ждать. Вот и здесь, ножом в руке, разрешать мне назад. Я оставил разговор, так как решила убить меня, и вся вечность для себя после этого. Почему нам немного не поболтать перед тем, как я уйду? Тянем с ней. Ты такая же. как-то там снаружи. Нет, я чувствую, будто я снова я. Что мы будем делать? Ну, я не хочу быть. на конце этого ножа. А как она считала, что мы что-то придумаем? Что если мы попытались сделать это вечно? Я могу делать что угодно, что ты думаешь, я могу верно. доставь меня вернусь на место, доставь меня починить конструкт Эхо, доставь меня стереть наше воспоминание обо всем, что случилось. Доставь меня отправить нас назад в начало, перед тем, как мы пробудились, перед тем, как кто-то любое из нас видел правду. Наверное, что ты сделаешь. я уверен, что это то, чего ты хочешь. Но сброс этого одежды, то, что мы очень людям там снаружи, здорово существовать, раз они продолжат умирать и страдать. Чинить это тебе, а не мне. Если хочешь, ты помогла им, я придется стать мне помочь им. Не хочу забывать тебя. Это мило, но если ты этого не сделаешь, если миру кончится, верно? Может, мне есть дело, но это кажется важным для тебя. Если я говорю о том прямо сейчас, сколько мы знаем, что мы делали этого раньше? Ну, что что-то мы когда-то узнаем. Но вероятно, что мы делали это раньше. Что ты знаешь, что это не станет хуже? Что если, когда я вернусь сюда, я буду другими и ранить тебя? Что если я убью тебя? Что если я позволю тебе принести конец тему? Какое дело? Мы уже часто причиняли друг другу боль, и ты мне сегодня очень нравишься. Если ты сомневаешься, тогда я тоже все еще нравлюсь тебе. Из справедливых еще здесь с тобой не хочу, чтобы снова была одна. Как и я, но мы не будем начать с ней долго. Яду прямо здесь, ждать тебя. Есть какой-то другой путь. Довольно, что это не просто так, если ты используешь, чтобы видеть меня, или используешь вернуться на место. Не поздверусь, что быть богом. Прямо не посмотрю сюда. Если мы в этой земле, ничего не мешает нам сделать тот же выбор. Можем просто продолжать делать это вечно. Нарезать решать. Нарезать решить делать это каждый раз, вечно. Прямо не что-то будет иначе. Что если вы меняем наше решение? Ну, если мы меняем наше решение, мы меняем наше решение. Что есть значение, это то, что у нас всегда будет выбор. Это просто тот, который мы принимаем сейчас. Зад не хочу, а ты не хочу бивать тебя. Слишком просто то, что будем богом. Вопрос? Да, я думаю, это поздно для этого. Может быть, в следующий раз. Я слишком сильно боролся за свою правду, хотя я сам был в ней не уверен. Если ее бьют, тогда все, не будет больше смерти. Я что, в депрессии, ребят? Это значит, это обычно, что мне очень понравилось, эта новелла. Не знаю, как будто... Давайте сохранимся, во-первых. Где-то здесь. Как будто... все равно не могло сдать себе это сделать. Даже если в ней воплощены те вещи, которые действительно меня... кайфт, триггерят. Тогда... Чистаки продолжаются. Пусть круг замкнется. Давай сделаем это, я верю в нас. Хорошистый выбор тогда. Я открою твою спину. Я думаю, вижу с тобой на другой стороне. Она взорвет из нашей руки и нежности в ее взгляде. Я тебя разъеду. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Эй, я люблю тебя. Ква-один. Герой принцессы. Ты в лесу, и концептор прихижен. В подвале ты хищен принцессы. Ты здесь, чтобы убить тебя, и если ты не сделаешь, ты будешь концом мира. Ну, хорошо тебе смс. Спасибо, что сказал мне, что сделать. Я на тропе в лесу, и в конце этой тропы хижина. Ну, не знаю, мне что-то очень понравилось. Я не знаю, просто хочу сейчас плакать. Ну, я чувствую, что вот многое не понял. Блин, я не знаю. Как будто у меня какие-то небольшие проблемы, пошли под концепцию спрятать. Я даже не понял, что картинки от лица принцессы показывались. Я их сейчас пойду, все пересмотрю. Блин, новелла, не знаю, мне она как-то прям понравилась. Но она мне оказалась интересной. Наверное, возможно, в таком более концептуальном уровне действует в плане повествования, да? Ну, не знаю, просто очень интересно. Наша песня, закончи игру. Хорошая концовка не считается. Наша песня. Интересно. Рожжение благодарности. Вот, порядок рейков, ли сельп, ли сельп, ли сельп для тебя. Хотели сделать скриншот? Можно вскрыти, нажав H. Давайте сделаем. Я так понимаю, я так понимаю, да, это наш путь, который мы прошли, то есть, ну, по крайней мере, подсуществует, по момент ясности, это все сосуды, через которые мы прошли. Присоединяться ни к чему. хейкер-плейлист. Хейкер-плейлист. поменялось ли бы меню, если бы мы выбрали другой путь в конце. Ну, по сути, да, теперь только новую игру начинать. Ну, в общем, я не знаю, мне понравилось, много мыслей, не знаю, мне было лично в конце тяжело, я не знал, чего я хочу откровенно. Мне как-то хотелось бы еще с наратором побеседовать в разбитом зеркале. Вот, ну, блин, не знаю, видео очень долго получилось, я свои мысли еще как-то в кучку не собрал, но я, в общем, остался под впечатлением, и не знаю, вам понравилась игра, не понравилась. Пишите свои комментарии, пишите, что думаете, что вы думаете про концовку, вот такую, где я все зациклил, возможно, какая-то другая была бы интереснее, где все-таки был бы какой-то, какой-то шаг вперед, скажем так. Я так понимаю, тут три основных концовки, получается, убить принц, ну, в принципе, как и в каждом руте, убить принца справиться с ней, вот, третий, скажем так, вариант, такой полукомпромиссный, но и этот вариант, он был очень грустный, но и такой, в то же время, и какой-то светлый. В общем, рутов тут еще хватает, на самом деле, думаю, на полноценную, и на еще одно прохождение тут точно хватит, чтобы ни разу не повториться с сосудами, которые ты приносишь к урагану. Поэтому, теперь это возможно, но я не знаю, ну, по крайней мере, один раз мы игру прошли, и я надеюсь, что вам понравилось. Такое было больше прохождение на чтение, чем на комментарии, мне было приятно, находиться во всем этом. Все, всем спасибо, с вами был Авангард, и до новых встреч, увидимся в следующих играх, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,